Мои хорошие, сегодня Катя будет готовить штоп-борщ. У нас здесь свиные ребра, которые я залила холодной водой. Пусть они немножко постоят, может быть с них кровь немножко выйдет. Сливаем воду и будем варить бульон. Тут у меня на ночь замоченная стакан фасоли. Но я буду использовать не полный стакан, немножко еще отсыплю. Это у нас будет отдельно для винегрета. Провариваем бульон, покажу что сюда добавлю. Снимаем пену, шум и потом добавляем сюда фасоль, готовим вместе. Вот это вот такой начальный этап. В бульон мы добавим с вами целую луковицу, целую морковку, несколько перцев горошком и чуть-чуть соли. Все, пошла до. Следующей составляющей нашего борща будут такие вот продукты. Это на первом месте украинское сало. Я привезла из дома. Мы будем мелко его измельчать и выжаривать с него жир. А кусочки, вышпарки называют, будем выбрасывать. И на этом жиру будем делать зажарку в борщ. Также две луковицы. Одна на зажарку пойдет. Вот этого размера и одна на бульон целая. Томатная паста, чумак, тоже украинская. Три морковки. Две на зажарку, одна целиком в бульон. Четыре картошки. Один буряк, базук. Капусты. Там уже будем смотреть по ситуации. Домашний томат тоже я буду использовать. Здесь в основном перцы, перетертые, с помидором. Укроп свежий у меня есть. Есть замороженная петрушка. И обязательно сметану Тамара. В этот раз у меня будет. Ну и в принципе все пока что. Напомню, что еще есть фасоль и свиные ребра. Смотрите, я сняла шум. У меня здесь чистый бульончик. Немножко есть жира, но это нормально для борща. И добавляю в бульон перец горошком, целую морковку и луковицу. Это мы потом тоже будем доставать и выбрасывать. Пусть отдать свой вкус и аромат. Вот так. Тем временем, пока бульон варится, я буду нарезать наши овощи для борща. Друзья, смотрите, это у меня фасоль. Я забыла сказать, что на ночь я ее замачивала. Она у меня здесь слегка отваренная. Минут 15, не больше. Просто я люблю в борще белую. Это как у меня было красное. Я хотела этот цвет немножко снять. Здесь на зажарку у меня, извините, пар, луковицы, две морковки на терку. Луковица порезанная. Здесь разогреваю сковородку и буду выжаривать сало, которое я порезала вот кубиками. Ой, неудобно. Сейчас все выброшу. Мы выжарим, жир останется. Аж вышкварки, вот эти вот кусочки сала, выбросим. И на этом будем жарить морковку. Тем временем сюда я выбрасываю, ну, не выбрасываю, добавляю половину фасоли в мой бульон. Чуть больше половины. Вот. Добавили. Вот так у меня выходит, смотрите, бульон, ребра, морковка, лук. И это все на небольшом огне я подсолила, немножко чайную ложку добавила, варим. И тут готовим зажарку по-армянски сахурас для борща. Покажу в следующий этап. Что у нас здесь происходит? Я достала, свиной жир вытопила и достала оттуда сухие вот эти вот шкварочки. Это очень вкусно, кстати, можно кушать. Но я выбросила. Это обжаривается у нас здесь зажарка потихоньку. Отсюда я достала целую морковку и лук. Они уже отдали все свое. Варится здесь фасоль и свиние ребра. Нарезала я свеклу, базу, как кому нравится, с такой вот соломкой. И добавляю сюда все варится. Пусть все готовится, а мы будем делать зажарку. Друзья, я обжарила морковку, добавила черный перчик туда. И следующие такие вот составляющие. Это домашний томат. Здесь у нас перец болгарский с помидорами. Томат, чумак. Тут 2 столовых ложки и тут 2. Просто это более жидкая консистенция, оно разбылось. И 2,5, ну даже 3 без горки сметаны. Все это смешиваю и хорошенько, хорошенько обжариваю, чтобы сметана прожарилась. Таким методом борщ не используется быстро, если мы хорошо все это прожарим вместе. Примерно помешивая минут 5. Тут у меня отвариваются борщи. Следующая будет картошка. Друзья, зажарка моя уже готова. Еще минутку попробовала на вкус. Мне кажется, она кисловатая. Поэтому я добавляю чайную ложку сахара. Это будет работать как усилитель. И также перебьет излишнюю кислоту. Также у меня есть аджика, которую я привезла еще с Украины. Мамина, это острые перцы. Пол такой вот десертной ложки я добавлю для остроты. Потому что самый главный мужчина и Сако, мой муж, нас любит острое. Вот этого будет достаточно, чтобы еще чуть-чуть. В принципе, кастрюля у нас большая. Будем посмотреть потом дальше, как будет. Зажарка готова. Здесь все отваривается. Катя добавляет вот 4 небольшими кубиками нарубленные картофелины сюда. Аккуратно. Чтобы ни брызгов не было. Ой. Жалко, что помощника нет. Вот, красота. Я вам сейчас покажу, как это будет выглядеть все вместе. Вот так. Это ребрышки, фасоль, базук и картошка. Вот зажарка. Пока это все проваривается, минут 10-15 варится картошка. Я буду нарезать капусту. Ну что, друзья, сейчас я добавляю капусту. Опа. Пока проварю капусточку хорошенько, минут 15-20. Я нарежу зелень и обязательно чеснок. Вот так, друзья, смотрите. У меня здесь 15 минут поварилась капусточка. Но она еще, конечно, не готова. Ребра я сняла. И на небольшие кусочки мяса, вот там будет видно, я их почистила, потому что так не любит мой муж ребра кушать. Сейчас добавляю зажарку. Еще вместе в 10-15 минут все это прокипит. Добавлю зелень. Здесь у меня мороженое, вот петрушка и свежий укроп. Также чеснок, большой зубчик чеснока и только нарубленный, не на терку. Потому что нам нужно, чтобы весь масло чеснока все пошло в борщ. Когда натираешь, он такой вот липкий становится и остается все на терке. Поэтому вкуснее, на мой взгляд, когда рубим меленько. Добавляю это, потом уже это. Друзья, борщик уже почти готов. Смотрите, какой он. Пар, конечно, мешает, но борщ не слишком густой. Я не люблю очень густой, потому что у меня сама вот юшечка в борще. Она такая насыщенная, благодаря сметане, томату и так далее. В меру острый, в меру соленый. И на данном этапе я добавляю зелень. Все. Одну минуту прокипает зелень и чеснок. Ох, какой аромат. Какой он красивый. Знаете, цвет у него не алый, не цвет вот свеклый, а такой вот красный. На украинском языке червоный. Ммм, пальчики оближешь. Одну минуту и уже выключаю. И настаиваюсь. Кастрюлька такая внушительная. Борщ можно спокойно кушать до 5 дней. И с каждым днем он все вкуснее и вкуснее. Друзья, и вот в тарелочке мой борщик. Парует. Какой он вкусный. Ой, смотрите, здесь есть и фасоль, и домашний томат. И вот украинский купленный. Зажаренный на украинском сале. Даже у ребра я привезла с Украины. Зелень. Ну, очень вкусный. Не хватает рядом вам пушек с чесноком и сала. Или черного киевского хлеба. Сало свежее. Чеснок и лук. Вот это идеально. Готовьте по моему рецепту. Я уверена, что вам очень понравится. Мы едим его два дня. Оставляем в холодильнике. Каждый раз мы не все подогреваем, а отсыпаем отдельную кастрюльку, чтобы он не портился. В холодильнике спокойно стоит 5 дней. Это железно. И между этими днями готовим какие-то другие блюда. И потом, где не едим, опять соскучились. И на ура идет борщик. Смокотал. На украинском языке будет смочного. На русском приятного аппетита. И на армянском варе хоржа. Бон аппетит. А вот в кастрюле борщ. Сейчас я вам половником помешаю. Красавец. 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 Продолжение следует...